Вот бельё повесила. Здравствуйте, мои дорогие! Здрасте! Ну что, наконец-то я дождалась этих электриков, которые приехали, посмотрели и составили акт, что теперь можно мне в РЭС документы сдавать, но, видимо, буду сдавать после Нового года, потому что правление у нас, они должны мне сказать там, что дальше делать, а они работают в субботу-воскресенье. Ну что, в субботу я схожу, а в воскресенье мне улетать. Так что, ну, они сами тянули. Что ж теперь делать? Так. Ну, вот такая у нас температура. Холодно. Сегодня звонит мне Витя и говорит, давай я заберу кота. Ну, что, мол, жилец-то мой на работе же целый день. Чё он будет один? Давай я его заберу, и он у меня дома поживёт, тебя подождёт. О, как! Я говорю, ой, Вить, спасибо тебе огромное! Так что будем переселяться. Вот такие у меня друзья. Их мало, но вот такие хорошие, замечательные. Ну вот, между делом тут нашла булавочку. Ой, давно, думаю, брошечков не делала никаких. Их сделала вот брошечку. Тут вот и замочек с ключиком. Ключик вот болтается на цепочке. Сердечко, листик. Ну, чё, симпатичное получилось. Ну, и дело-то, ну, не знаю, сколько у меня, полчаса, может, ушло. Да и то всё это ушло, то время просто на подбор там, то всё найти, поковыряться. А так вот, такая брошечка получилась. Вот. Может, кому-то понравится, девочки? Пишите. Девочки, спасибо вам за комментарии. Я смотрю, прям многим понравились вот эти листочки, которые я сделала вчера. Мне самой понравились, да. А это вот я сделала. Потом покажу вам на манекене. Ну, это уже, конечно, из другой оперы. Это современная, стильная. Не каждая, конечно, женщина такое оденет. Но время идёт вперёд, мои дорогие. И вкусы у людей меняются. Так что и такие вещи имеют место быть. Правда, очень я с ними намучилась. Столько времени у меня ушло. Вот, кажется, вроде бы, чего тут. А вот нет. Чтобы это всё держалось, чтобы это зашло. Они очень плохо заходят. Вот эти тоненькие с этими проволока-мемори. И когда в тоненькие вставляешь, вот, каучок, да, потом очень тяжело её вот сюда, вот это засунуть, их две штуки. А хотела три засунуть, но три не влезла. Так что, крутила-крутила, все руки себе открутила, пока засунула туда. Ой, девчонки, сейчас звонила сыну. Он едет на машине по посёлку. Снег, заснеженные высокие ёлки. Я с ним поговорила и разревелась. Вот не моё это, Крым, не моё. Слышите, бусину гоняет кот. У меня упала бусина, он её выкатил. И теперь у него футбол. Говорю, не моё это, Крым. Я так скучаю по снегу. Причём Алинка скучала. Прямо вот с первой зимы. Я нет. Мне сначала было всё интересно, любопытно. Как и что, какая тут зима. А потом я поняла, что мне не хватает снега. И вот две зимы подряд я уезжала в Мурманск. И мне прям хорошо было. А сейчас то дождик мерзкий, то не пойми чего, чернота, серость. Не моё, девчонки. И уже я не привыкну к этому. Потому что вообще считается, что, чтобы человек ассимилировался, да, вот прям всё, вжился в новое место, семь лет надо. Я уже седьмой год. У меня всё внутри против. Не моё. Не мой это рай на земле. И ничего с этим не поделаешь. Мои дорогие, очень часто пишут, что я не отвечаю на вопросы. Честно вам скажу, я смотрю комментарии только вот в первый день или на утро. У меня просто нет времени каждый день смотреть какие-то там ещё комментарии. Ну, сами поймите. И вот пришёл мне такой вопрос. Мне на Вайбер написала девушка Надежда, сейчас зачитаю, Любовь Николаевна. Я понимаю, что у вас нет времени. Но, может быть, вы посоветуете, что посмотреть из старых фильмов. Потому что сейчас на телевидении смотреть нечего. Так. Ну что, вот хочу ответить. Вот на такие вещи я всегда отвечаю. Моя дорогая. Я по жизни очень люблю сложные фильмы. Я терпеть не могу мелодрамы. Хотя есть несколько, которые я, в общем, люблю. Я люблю сложные, такие психологические драмы. Но вот меня они не, как сказать-то вам. Блин, из-за своей старости, из-за этого склероза, иной раз слова не могу подобрать. Я обожаю фильмы тяжёлые, но вот представляете, посмотришь фильм, рыдаешь в конце, но понимаешь, что есть свет в конце тоннеля. Всё равно что-то остаётся такое в душе, тёплое и доброе. Вот это вот мой любимый фильм. Пролетая над гнездом кукушки. 1975 год. Я его обожаю. Я его могу смотреть, ну, конечно, не каждый день, господи. Но раз в год я его смотрю. Очень люблю этот фильм. И те, кто не смотрел, очень вам сами советую. Фильм «Зелёная миля». Я не представляю, что есть люди, которые не смотрели этот фильм. Это настолько, это вот душу выносит, насколько добрый и в то же время вроде бы, ну, и жестокий, конечно, фильм. Но это классика. Это фильмы, которые вошли в десятку лучших фильмов мира. Мира, девочки. Вот как можно не смотреть такие фильмы, я не представляю. Вот из мелодрам. Я обожаю фильм «31 июня 1978 года». Но я его очень люблю из-за музыки, из-за песен. И вот когда мне прям вот хреново бывает, я включу и смотрю. Очень люблю. Ну, наверное, на что-то все его смотрели, конечно. Очень хороший, добрый фильм. Просто прелесть. Еще очень люблю фильм «Дни спящие в Сиэтле». Ну, вот то ли под настроение, то ли как. 994 года. Драма, мелодрама. Ну, вот как-то, видимо, наверное, по душе пришлось, что ли. Очень нравится. Тут не знаю. Я же женщина. Я же женщина. И мне, собственно говоря, это, как всякой женщине, конечно, сочувствие к близким. И просто не к близким, а к людям. Ну, а вот этот фильм, это для меня просто вот. Ну, видимо, потому что Алинка у меня болела. И я понимала, чем все это кончится. И поэтому вот такие фильмы действовали на меня, конечно. До истерики. До истерики, девчонки. Ну, отчего? А потом я обожаю Шарли Стерону. Я ее обожаю. Видимо, в ней есть все, чего нет во мне. И чего мне бы хотелось. Я ее обожаю. Те, кто не смотрели, посмотрите. Это настолько добрый фильм. Это старые все фильмы. Конечно, может, и смотрели их. Это 2001 год. Но если кто-то не смотрел, кто-то вот... Ну, хочется вот душевное такое. Посмотрите. Ну, и, конечно, любовь и голуби. Я не люблю вот эти вот всякие служебные романы. Там Москва слезам не верит. Я их не люблю. Но это... Вот точно раз в год смотрю. Актриса замечательная. Не, ну, там вообще все актеры замечательные. Чего говорить-то? Ну, вот это... Людк. А, Людк! Не шешнадцать! Обожаю! Обожаю! Вот только буквально неделю назад смотрела. И вот эти места в Карелии, где снимали. Ой, вот этот водопад Кивач. Ой, девчонки, этот... Ну, вообще не знаю. Вот этот прям вот... Обожаю этот фильм. Я обожаю Патрика Свейзи. Я его обожаю. Я... Это, скажем так, мужчина моей мечты. И фильм «Привидение» тоже наверняка все смотрели. Если кто не смотрел, посмотрите. Ну, это просто вот... Я обожаю все его фильмы. И «Дома дороги», и «На гребне волны», и просто вот. Единственное, я не помню, как называется его последний фильм. Не помню, как там он назывался. Ну, он уже был пожилой человек. И, понятно, там... Ни красоты, ни радости. И, ну, мне было больно смотреть этот фильм. А вот молодого его... Боже мой! Девочки! А кто, если не смотрел «Грязные танцы», вдруг такое случилось? Посмотрите, мои дорогие! Ни о какой грязи там, конечно, нет разговора. Боже мой! Какой фильм! Ой, 1987 год! Ой! Такой чистый, настолько добрый и такой... Я понимаю, что и сейчас люди могут любить и настолько вот добро относиться друг к другу. Но этот фильм – это что-то. Даже те, кто не смотрят американские фильмы и не видел этот фильм, посмотрите. Посмотрите, мои дорогие. А какая музыка там? Ой, я не могу музыку включить, потому что меня зарубят сразу. Посмотрите, если кто не видел. И вообще, фильмы Патрика Свейзи – это... Ой! Это сказка. Это «Принц» из «Золушки». Только в наше советское время. Не в советское, а постсоветское время. Я его обожаю. «На гребне волны». Это обалденный фильм. Настолько душесчипательный прямо. Он снимался в Австралии. Ой, я про этот фильм знаю всё. Где снимался? Как снимался? Что? 11.14. Вот тоже из последних фильмов. Ужас-триллер. Но такой... Ну, если не любите ужасы, не смотрите. Но тоже такой своеобразный фильм. Очень люблю Киану Ривз. Обожаю его тоже. Ну, понятно. «Матрица» и «Все дела». Люблю фильм «Константин». Люблю «Адвокат дьявола». Какие-то мне очень из последних не нравятся. Но старые фильмы его очень люблю. И он, кстати, снимался тоже и в «Сладком ноябре». И был там очень хорош. Ну, и это затянется надолго. Мне очень многие фильмы нравятся. Ну, и, конечно, Константин Хабенский. Это человек, перед которым я просто преклоняюсь. У него столько фильмов и столько ролей таких, что прямо вот за душу трогает. Да, мне девочки писали. Кому-то не нравится, что-то не нравится. Но мастерство этого актера... Ой, мои золотые. Это что-то. Ну, и, естественно, один из лучших актеров нашего времени – Алексей Серебряков. Ну, человек, да, конечно. Герой нашего времени. Не все фильмы мне его нравятся, но очень его уважаю, очень люблю и советую тем, кому нравятся фильмы, интересные и сложные, посмотреть. Вот она, рыба моя лежит, зевает. Ох, какой длиннющий стал. Господи. Да, вот так. Вот так мой. Ты морда моя красивая. Уша стоя. Вот, вот, вот. Вот. Я еще до сих пор, со вчерашнего дня, вроде и пол мыла, а не собрала вот эти мелочи-то. Вот это вот. Вот это вот. Ой, Господи. А, это, может, краска. Может, краска моя набрызгала. Домой зглотуй. Домой мут. Урчит. Субтитры сделал DimaTorzok